Приветствую вас, Анна. Я думаю, что решение вашего вопроса не может быть правильным, но как-то неправильно то, что вы требуете от своего решения быть правильным, потому что решение ваше быть правильным не может, ибо каждый принимает решение какого-то свое. Ваше решение, оно справедливо только для вас, и соответственно оно не может быть правильным. Вопрос в том, какие могут быть критерии для принятия решения. Но смотрите, по вашему описанию получается, что мышь ваш не уважает вас, не ценит вас, вот, ну, там, любят, не любят, но сейчас. Об этом сейчас не будем говорить, но, как бы, вот, есть такие вот нюансы в его отношении к вам. То есть человек, вот, ну, ну, относится к вам не очень хорошо, да? И в то же время вы говорите, что я построил все вокруг него. Вот это вот такой, мне кажется, довольно интересный момент. То есть когда, когда выстраиваешь что-то вокруг кого-то, то этот человек перестает тебя, получается, ценить. Вот если вы согласны, например, с тем, что отношения между людьми выстраиваются на основании того, что один партнер выстраивает все вокруг другого партнера. Если вы с этим согласны. То в таком случае Вам нужно просто принимать человека таким, как он есть и всё. Признать, что он, то что он, то что он делает, это абсолютно в порядке вещей, но если вы допускаете, что, то что происходит не совсем корректно и адекватно, то вот в таком случае уже можно говорить о том, что вам нужно что-то менять. И в первую очередь это то, что вы строите всё вокруг другого человека, но не вокруг себя. Вот это вот, наверное, один из ключевых моментов. То есть изначально у вас есть некоторая тенденция к обесцениванию, но изначально есть такая тенденция к обесцениванию и соответственно нужно бы поисследовать этот момент, связанный с тем, что вы склонны по какой-то причине себя обесценивать. Вот нужно обратить внимание на этот факт, на факт того, что вы склонны себя обесценивать и посмотреть на сколько всё это вообще у вас, например, адекватно. Да, то есть насколько вы осознанно это делаете, насколько вы осознанно себя обесцениваете, например. С чем связано, например, то, что вы, допустим, так делаете. Да? Вот. А вы, получается, терпите побои, унижения, негатив, вот. По факту вы боитесь от того стороны, по факту вы боитесь, может быть, положиться на себя вы боитесь, может быть, что какой-то ещё есть нюанс, какой-то ещё есть момент, о котором вы здесь не пишете. Но вот правда заключается в том, что есть вот какая-то такая тенденция к тому, чтобы не оставаться одной. Есть какая-то такая тенденция к тому, что вы боитесь вот этого самого одиночества, боитесь того, что, ну, что вы останетесь с одной. Вот. И когда вы говорите, например, что мой мир рухнул, да, то здесь есть некоторая двойственность. Смотрите. С одной стороны. Измена – это всегда травма. Измена – это разрушение привычного мира. Измена – это нарушение привычных сложившихся причинных, следственных связей и представлений ваших о жизни, о себе и так далее. Но, с другой стороны, измена означает, что что-то в ваших отношениях шло не так, что-то в ваших отношениях нарушилось, и, значит, что-то вашего мужа не устраивало. Поэтому важно понимать, как измена повлияла на вас, что вы о себе стали думать, если вы, ну, если вы стали, вы скажете, что стали думать. Вот. Соответственно, необходимо убрать тот негатив, который у вас появился в результате этого. Вот. И вместе с тем скорректировать свое поведение, чтобы это больше не повторялось. Например. Вот. Эм… Это… То, что… Принципиально важно. Здесь. Дальше. Смотрите. Я в браке. Пишите вы уже пять лет. Ну, давайте здесь мы с вами пойдем по привычному, эм… достаточному, эм… пути. Эм… Что общего между вами и вашим мужем? То есть, как вышло, что вы… сошли. Сошли. Ну… Сошли. Что вас с мужем объединяет? Да? Это… Достаточно важный, мне кажется, момент. Потому что, если мы, например, хотим разобраться в вашей ситуации, то необходимо узнать все ее нюансы, в том числе и историю ваших взаимоотношений с мужем. И только что между вами было и общего наознания, чего вы строили свои отношения. Дальше. Идем. За это время многое было в отношениях и рукоприкладство «Раза про четыре» и «Ложь». Делали ли вы какие-то выводы из этого? Я имею в виду из тех проблем, которые у вас имели место быть или нет. Потому что то, что было, безусловно, неприятно. Но если мне не делать никаких выводов из того, что происходит, то проблемы не решит. Поэтому, на мой взгляд, здесь принципиально важно понимать, как вы решаете эти проблемы, которые у вас были. И почему вы оставались с мужем, несмотря на то, что он применял к вам силу? Обычно подобное связывают с низкой самооценкой. Обычно подобное связывают с тем, что человек боится одиночества. в некой позиции жертвы. Не факт, что вы в этой позиции находитесь, но тем не менее. Дальше идем. Пару дней назад я узнал, что муж мне оказывается уже второгорец, не бывший изменяет разными девушками с сайта экспортных слов. Там из-за деньги, лета радиознавельства и одноразовые связи без обязательств. Откуда узнали, насколько это верно? Мой мир рухнул без силы. Ну, смотрите, вот невольно здесь как-то задается вопрос, насколько ваш мир прочен, что он может рухнуть от того, что делает другой человек. Знаете, какая штука? Насколько ваш мир прочен? Понимаете? Вот мне кажется, что, ну вот, то, что вы описываете, связано, скорее, с тем, что именно конкретно вашего мира, нет, нет другого человека, который, ну вот, да, строится и вы. Это правда. Но, на мой взгляд, не нужно этого путать и вот, скажите, пожалуйста, как конкретно рухнул ваш мир? То есть, вот в чем конкретно проявляется то, что он рухнул? Я хотел бы это понять. Ну, на мой взгляд, это очень такой важный момент и важный нюанс. Вот. Дальше идем. Я поняла, что в один из последних раз, когда я приготовил и выбирал и выбирал, он уехал в магазин и с одной из них под названием вас, я так понимаю, для встречи. Потом пришел и ел мой ужин. мне показалось, что вы как-то связываете свою еду с тем, что делает мужчина. вот. Но лично для меня нет такой прямой связи между ужином вашим и его верностью. Если только вы не делаете это через силу, то есть я имею в виду, если только вы не через силу все это заставляете себя делать. То есть, готовить, например, для него. Вот. Понимаете, да? Такое ощущение возникает, что вы как будто бы считаетесь. Дальше. Причем я помню, что я словил себя намительно о том, что он задерживается. Когда я сказала, что знаю, что я только распечатку банков сделала и нашла номера с того сайта. Зачем это все вы делаете? Ну, то есть, для чего? Он сначала сказал, ничего не знаю, никуда не звонил, а потом сказал, вот искала, нашла и ушел. Здесь, на мой взгляд, отчетливо чувствуется, что человек не боится вас потерять. То есть, человек уверен, что вы никуда от него не денетесь. Вот. Ну, я могу ошибаться, конечно, я могу быть не прав. Вот. Ну, видится мне эта ситуация такая. То есть, видится мне это так. Дальше. Третья не разговаривали, и сегодня я начала разговор, сказал, что ищу квартиры, но до конца августа будут тут, и начала говорить, как больно он мне сделал. Не кажется ли вам немножечко противоречиво, что вы начали говорить о том, что вы расхудитесь, а потом начинаете говорить, что как больно он вам сделал? Такое ощущение, что вы не определились со своей позицией. Ведь если вы говорите, что как больно он вам сделал, то вы, ну, договоритесь говорить о своих чувствах, а значит, предполагаете возможность наладить контакт, наладить отношения. А вот, значит, тут мне кажется, есть некая противоречивая позиция, которую мужчина, кстати говоря, оно вряд ли пропустил бы мимо своих ушей. Вот. А, значит, как больно мне сделал? Сговор из Мирного переходил на повышенное, и потом опять в Мирный руке сказал, что он виноват, прости, но вставил, что не спал с ними, что потом сильно не протестовал, когда я подчеркивал факт измен. Ну, мне кажется, кстати, титул я обращаю внимание на него больше, опять же. Мне важно, мне важно ты, мне важно, как ты отреагируешь на то, что я делаю, да? Вот. То есть вы здесь во главу угла ставите именно человек, опять же, не себя, да, а человека. И важнее вам то, что он подумает, то, что он сделает, а не то, что он, например, сделаете вы или подумаете вы. Вот. Понимаете, да, что я здесь имею в виду. Дальше идем. Сказал, что не хочет, чтобы я уходила, но, значит, у меня есть причина уйти, я могу взять какашу мебель, что это поможет переехать. Сказал, что если не хочет, не значит, что ему не легко, а потом уехал весь разряженный на весь день, что у меня в голове просто не выкладывается. Ну, опять же, да, причина, причина следственного следа вас разолвана. Я после стольких лет негладких отношений, регулярных оскорблений и унижений, думал, что изменить точно не прошу, и начну жизнь сначала. Ну, правда в том, что если бы вы могли так сделать, вы бы так бы сделали уже давно. То есть тут очень важно вот этот момент фиксировать как бы, что вы не сделали этого, потому что не могли, потому что, ну, во-первых, начать жизнь сначала не очень-то реалистично. Начнем с этого. То есть, надо реально начать жизнь сначала, потому что, ну, вы сможете свою жизнь только продолжить. Нельзя начать жизнь сначала. Это нереально сделать, это иллюзия, что вот начну жизнь сначала. Вот это сделать нельзя. То есть здесь уже не совсем реалистичная цель вами себе ставиться. Вот. А дальше, если бы вы это, если бы вы могли или хотели это сделать, вы бы это сделали уже давно. Скорее всего. Скорее всего. Скорее всего. Вот. А раз вы этого не сделали, то вероятнее всего вы и не могли, или скорее всего боялись и боитесь это делать. Вот. Другой вопрос, а-а-а, чего именно вы боитесь? Вот это вот уже, а-а-а, куда более важный момент. Почему я не ухожу? Что мешает мне уйти? Это один из важных моментов, да? А-а-а, ощущение, что вы не самостоятельны. А-а-а, вот на целый момент я не спать, не дышать, не есть, не могу. Из-за чего? Во-первых, 24 часа похудела на 30 килограмм, болеть не могу, как жить дальше не знаю. Для себя лично, для этого нужно собраться в себе и принять наконец свой внутренний мир, который вы сейчас отвергаете. Он в ногах совсем не валяется, исправить ничего не пытается. Ну вот видите, надо как бы перекладывать ответственность на него. Это ты должен решить проблему моей стревожностью, ты должен всё исправить. А что здесь исправлять, если человек, вероятно, изначально вас не ценил, изначально вас, ну, отношился к вам, как кто и кто, ну, кого можно не бояться, например, потерять. Да? А вы ждёте от него, там, каких-то действий и требуете от него, ну, неких, неких, неких шагов. Вот. То есть вы считаете, что он, там, должен валяться в ногах, пытаться всё исправить. А почему он, он должен пытаться всё исправить, да? Ну, не очень, не очень. Понятно. Вот. Ну, то есть почему именно он это должен делать? Ведь есть всё и вы, есть всё вы. И, соответственно, вам, ну, нужно тоже делать столько. То есть ваша ответственность тоже присут, присутствует. Понимаете? Какая штука. А получается, что вы всю ответственность прикладываете на человек, ну, это, на мой взгляд, не лучший вариант. Дальше. Так. Эм, значит. Эм. Наверное, проводят уже второй день, много времени у меня дома. Но, наоборот, я головой понимаю, что писать нужно решиться не могу. Чего боитесь? Так. Сюда тоже говорю, тут без вариантов. Я только уже всё прошла. Измены должны стать точкой. А он вся моя жизнь, я всё вокруг него построил. Ну, вот, опять же, вопрос. Да? Как? Эм. Для вас стало возможным, что, что человек стал всей вашей жизни. Вот, вопрос. Как? Для вас это стало возможным? Это важно. Если вы построили свою жизнь вокруг человека, то на то были причины. И важно разобрать, насколько вы согласны, например, с этими причинами. Считаете ли вы, эм, что… Вам не понятно, что за этим стоит. Вот. Дальше. А мне придётся переехать на новую квартиру, которая в таком хорошем районе. Оставлять мне нашу любимую собаку. Искать работу. Так работаем мы в одном месте. Я не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? А какое решение будет правильно в этом случае? Правильное решение не может быть. Я знаю, что жалеть буду, если останется, если уйду. Да, потому что вы не принимаете себя. Вы не принимаете себя. Вы… Ну, у вас не получается пока, ну, вот в полной мере, себя принять. Вот. К… Ну, к сожалению. И… Пока вы себя не принимаете, вот, то ситуация так и будет складываться, вот, ну, таким образом будет складываться. Так. То есть негативно достаточно. Поэтому… С этим, ну, можно и нужно… и нужно работать. Вот. Вот. Такая вот история. А… На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас самым лучшим образом.